Ага, извините, а вы не слышали, может быть, какой-то шум вообще, как все было? А взрыва ничего, да, не слышали? Не слышали, чего первого. Мы находимся в советском районе Волгограда, в одном из СНТ, где трагически позавчера вечером погибший помощник министра финансов Российской Федерации Михаил Коробкин, вот сейчас показываем его дом, предположительно взрыв произошел в этом гараже. Дом находится на окраине, сейчас показываем соседский дом. С соседями удалось немного пообщаться, они говорят, что в тот вечер, когда все случилось, они ничего не слышали. Ну вот, единственное, приехало много полиции. По предположительной версии, опять же, по неофициально, официально источники не комментируют. Бывший помощник министра финансов, скажем так, погиб при работе с взрывным устройством, снарядом, предположительно. Вот улица, на которой находится. Мы, когда мы подъехали здесь, дежурит сотрудник патрульно-постовой службы, я так понимаю, чтобы уберечь от большого интереса прессы, потому что личность была достаточно известная. Вот, примерно, тот самый гараж. Сейчас мы дойдем поближе, попробуем показать. Добрый день. Извините, а не подскажете, а что здесь произошло? Просто личность такая известная была, не могли бы рассказать? У нас есть откуда-то информация? Да, еще, иначе, 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 иначе. Ну вот, видимо, возможно, дети или еще кто-то. Пока не знаем. Вот сам гараж, для молодого девушек, для молодого человека, мы достаточно любезно общались. Мы приносим свой соболезный родным и близким. Сам по себе. Такой коттедж, сразу скажем, коттедж. В этом поселке очень много таких больших коттеджей. Ну, такой же, как все, рассказал, ничего не является. Это дом Михаила Коробкина, скажем так, с другой и фасадной стороны. И вот видим, справа небольшая пристройка. По всей видимости, вот не как мы до этого показывали, где большой гараж. Случилась трагедия, возможно, здесь. Но об этом, наверное, позже расскажут следственные органы, если захотят.